Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Иордании. Уважаемые дамы и господа, мы провели очень подробные доверительные и содержательные переговоры, уделив приоритетное внимание проблемам, связанным с сирийским урегулированием. Мы подтвердили нашу приверженность всем тем решениям, которые были достигнуты в Международной группе поддержки Сирии и затем одобрены Советом Безопасности ООН в его резолюциях 2254 и 2268. Особое внимание на данном этапе уделяется обеспечению полного и неугаснительного соблюдения режима прекращения боевых действий. Конечно же, при четком понимании, что из этого режима исключены ИГИЛ, Джабхат Ан-Нусра и те, кто с ними сотрудничает, а также при понимании, что необходимо перекрыть контрабанду оружия и незаконную инфильтрацию боевиков в Сирию из-за границы, прежде всего через турецкую территорию. Продолжение следует... Решение этих задач сделает более эффективной работу по расширению гуманитарного доступа. Вместе с тем, уже сейчас мы наблюдаем значительный прогресс в деле доставки гуманитарной помощи нуждающему населению. Отмечаем те конструктивные усилия, которые предпринимает сирийское правительство и считаем, что здесь можно, тем не менее, сделать еще больше. Но при всей важности и задач прекращения боевых действий и доставки гуманитарной помощи, решающую роль в урегулировании сирийского кризиса, должны иметь политические переговоры, которые мы все обязались поддерживать в виде инклюзивного межсирийского диалога, без каких-то предварительных условий и без вмешательства извне. И у нас вызывает озабоченность. Явное замедление усилий по продвижению переговорного процесса, по крайней мере, очередной раунд межсирийских переговоров, должен состояться как можно скорее. Мы договорились продолжать сотрудничество и в двустороннем формате, и в рамках международной группы поддержки Сирии. И мы понимаем те озабоченности, которые Иордания испытывает в связи с влиянием на эту страну сирийского кризиса, прежде всего в виде огромного количества беженцев. Задача борьбы с терроризмом является общей для усилий международного сообщества в том, что касается сирийского кризиса и в том, что касается ситуации в Ираке. Мы об этом тоже подробно сегодня говорили. И убеждены, что и в отношении Ирака международное сообщество должно, с одной стороны, активнейшим образом поддерживать антитеррористические усилия иракского правительства, а с другой стороны, поощрять внутрииракский диалог с целью выработать национальное согласие. Обменялись мы мнениями и положение дел в Палестино-Израильском урегулировании, в том числе с учетом состоявшихся на этой неделе визитов в Российскую Федерацию премьер-министра Израиля и министра иностранных дел Палестины. У нас общая позиция и Россия, и Иордания убеждены, что соответствующая резолюция Совета безопасности ООН, мадридские принципы, арабская мирная инициатива заложили прочную основу, на которой необходимо и добиваться всеобъемлющего урегулирования. Мы признательны нашим орданским друзьям за последовательную поддержку деятельности квартета международных посредников. В свою очередь мы подтвердили нашу позицию в пользу налаживания самого тесного взаимодействия между квартетом и представителями Лиги Арабских Государств, в том числе и в том, чтобы отстоять перспективу двогосударственного решения палестинской проблемы, при котором и Палестина, и Израиль, как независимые государства, будут жить в мире безопасности друг с другом и со всеми странами региона. Мы обсудили двусторонние отношения. С обеих сторон было высказано удовлетворение. Их поступательным развитием недавно вступило в силу межправительственное соглашение о строительстве в Ордании атомной электростанции. Реализация этого важного проекта будет иметь очень важное значение для Ордании, прежде всего, но и для нашего сотрудничества. Поэтому мы не обсудили субтитры, чтобы о erreки нарушить в течение недели и nuestra работа от удовлетворения. Мы выполнили субтитры, к примеру, нам говорит мне, что мы преимущественно договорились, и мы решили, чтобы о том, что мы делаемesse, атаковать его в Ордании, и я думаю, что этот вопрос будет иметь различные важность, не только в результате, и в результате, и для estos местных отношений. Есть обоюдная заинтересованность в том, что касается наращивания поставок в Россию иорданской сельскохозяйственной продукции, повышению числа российских туристов, которые посещают Иорданию. Об этих и других вопросах шла речь на недавнем заседании Российской иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и мы подтвердили приверженность выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках этого заседания. Также мы обращаем целью иммуникации для промышленности церковь и эрдонской межправительности, и также чтобы заботиться на большинство российских руководителей в Россию. Мы обращаем целью эти и другие, и мы обращаем их в течение недавнего седьмой данной войны для главного сообщества, в торговой степени. Важное место в нашем сотрудничестве занимают и военно-технические связи, они тоже развиваются к удовлетворению обеих сторон. Так что мы сегодня могли с господином министром и моим другом констатировать, что договоренности, которые были достигнуты между президентом России и королем Ордани в целом выполняются и два министерства иностранных дел будут продолжать сопровождать усилия наших соответствующих ведомств. Поэтому мы можем сказать, что все отношения, которые были связаны между Россией и Ордани, будут подпишены на территории Крым и Крым. Мы должны подпишись на территории Крым и Крым. Наср Джода пригласил меня посетить Иорданию с ответным визитом. Я с удовольствием это приглашение принял. И Сейдин Наср Джода предложил мне удовольствием эту декуру к зиме, и я удовольствием эту декуру к всему срока. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Благодарю своего коллегу и друга, министра иностранных дел Сергея Лаврова за гостеприимство и радушный прием и сегодняшний разговор. Действительно, отношения между нашими странами носят крепкий характер. Это исторические отношения, связывающие Орданская и Хашемицкая, Королевство и Российскую Федерацию. Также хотел бы отметить особые отношения, сложившиеся между двумя лидерами, президентом Путином и Королевом Абдалой II. Наши консультации продолжаются, мы общаемся по всем интересующим нас темам и по всем темам, представляющим интересам для обеих стран. Мы верим в Мамлеке Орданская, Хашемия, при приеме Галал Малик, при помощи наших родственников в России, в многих ситуациях, особенно в мальфах и в татаврах, которые выясняют в нашу страну. Мы в Иордании под мудом руководством короля Абдаллы II верим в ключевую роль, которую играют наши российские друзья в решении проблем Ближнего Востока, особенно это касается ряда чувствительных вопросов и также развития событий в регионе. Лен أضيف كثيرا على ما تفضل به معالي الوزير, حيث وصف هو بإسهاب فحوى ومضمون مباحثاتنا المثمرة اليوم. Лен. 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 Продолжение следует. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ситуация с беженцами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В некоторых израильских СМИ появилась информация о том, что недавно визит премьера Израиля ознаменовал новый этап российско-израильских отношений, характеризующий более тесное сотрудничество. В этой связи Израиль якобы готов предоставить России функции главного посредника в израильско-палестинском мирном урегулировании. Насколько эта информация правдила? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается беженцев, то в первую очередь я должен подтвердить то, что всегда говорю в этой связи. У сирийского кризиса нет исключительно гуманитарного решения. Есть политическое решение, которое должно прекратить страдания сирийского мирного населения. 60% населения Сирии так или иначе стали беженцами, либо внутренне перемещенными лицами. Перед тем, как приехать сюда, я видел различные цифры, касающиеся количества беженцев из Сирии, прибывшие в Сирию. Называлось число 700 тысяч беженцев. Это не так. Истинная цифра – это 1 300 000 беженцев. Из них всего 640 000 находятся на учете в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В реальности же мы действительно принимаем 1 300 000 сирийских беженцев. Я хочу, чтобы никто не сомневался в мире в том, с каким бременем для нас это связано. То есть за меньше чем 2 года, с 2013-2015 год, население нашей страны увеличилось на 21%. Нет в мире другой страны, вне зависимости от объема ее экономики или политического влияния, которое столкнулось бы с таким бременем. И мы, получается, несем бремя от имени всего человечества. И помимо того, что мы здесь в России взялись к уничтожене с уничтоженству залиста. Это было еще раз. Что касается сотрудничества с Россией, то оно действительно есть. Это касается и в области гуманитарного доступа. И также мы намерены в дальнейшем более тесно координировать наши позиции в том, что касается политического регулирования, вопросов безопасности и военных вопросов. Я уже упоминал только что, что, как мы считаем, что России принадлежит основная роль в регулировании сирийского кризиса, так как Россия является основной составной частью МГПС, будучи сопредседателем МГПС вместе с Соединенными Штатами. И поэтому мы также рассчитываем в будущем на дальнейшее твердое сотрудничество между Россией и Орданией по всем этим вопросам. Добавлю только, что мы с нашими орданскими друзьями взаимодействуем как в международной группе поддержки Сирии, так и по двусторонним каналам. Если вы помните, в Аммане был создан в свое время российско-орданский информационный центр, который весьма полезен и для того, чтобы согласовывать наши практические действия между Россией и Орданией. Но он также является очень эффективным механизмом для того, чтобы мы поддерживали российские военные, поддерживали контакты с американскими коллегами по вопросам, связанным с антитеррористической борьбой в Сирии. Я хочу добавить, что мы, с деканами орданскими, будем бороться на территории Сирии на территории Сирии, и на территории Канават-Суна. Продолжение следует... Теперь насчет вопроса в отношении российско-израильских связей. Действительно, как в очередной раз подтвердил визит премьер-министра Нетаньяху на этой неделе, наши отношения обретают очень устойчивое, новое, позитивное качество. И в связи с отношениями, в России и в Сирии, в действительности, на территории Канават-Суна, насчет происходить очень быстрее и очень эффективнее. Помимо глубоких взаимных симпатий наших народов друг к другу, помимо наличия очень перспективных, взаимовыгодных экономических, инвестиционных проектов, нас еще сближает практически очень близкое видение проблем региона. И прежде всего понимание необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом без каких-либо двойных стандартов. И я уверен, что урегулирование Палестино-Израильского конфликта и арабо-израильского конфликта в более широком смысле, конечно, помогло бы не допускать, чтобы молодежь арабских стран становилась легкой добычей для вербовщиков из террористического интернационала. И это sigu works편ам, что с тем, кто является или может являться главным посредником в Палестино-Израильском урегулировании. И замечу, что общепризнанным посредником является квартет в составе России, Соединенных Штатов, Евросоюза и Организации Соединенных Наций. На разных этапах деятельности этого координационного механизма то один, то другой участник квартета брали на себя инициативу по продвижению мирного процесса, по поиску компромиссов, когда ситуация заходила в очередной тупик. Но неизменно все это делалось в русле тех принципиальных параметров, которые в рамках квартета одобрены и поддержаны во многих резолюциях Совета Безопасности ООН. Россия действительно имеет очень хорошее доверительное отношение и с палестинцами, и с израильтянами. И мы готовы это свое сравнительное преимущество использовать максимально активно для того, чтобы все-таки нынешний тупик преодолеть и выйти на возобновление прямых переговоров. Но делать мы это будем, как я уже сказал, в рамках единой позиции квартета, в полной мере сохраняя солидарность этой четверки. В России, в веществе реализационная личность в нашей стране, в Великобритании с системой Oj després del chipset и российской армии. А в России, в результате реализуется возможность уничтожить данные племенасы на территории нынешних переговоров. И будем также продвигать значение самого тесного взаимодействия между квартетом и Лигой арабских государств как автора арабской мирной инициативы, которые имеют важнейшее значение для наших дальнейших усилий. Сергей Викторович, вопрос по поводу Сирии, размежевания так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок, в частности фронт Аль-Нустра на север страны Валепа. На каком этапе находится данный процесс? Вы на прошлой неделе уже сказали, что сроки данной этой оппозиции уже подходят к концу. Какие меры будет предпринимать Российская Федерация и какую роль в этом может сыграть Королевство Иордании? Спасибо. Это, я считаю, очень важный вопрос с точки зрения эффективности всех наших усилий по недопущению триумфа террористов в Сирии и по продвижению межсирийского политического диалога. С момента одобрения Советом Безопасности ООН решений Международной Группы Поддержки Сирии прошло уже много месяцев, времени больше, чем достаточно для любого вооруженного формирования, чтобы сделать свой выбор, присоединяться к режиму прекращения боевых действий или нет. Поэтому мы нашим американским партнерам, как лидерам известной коалиции, эту мысль высказали, напомнили им о том, что дальше ждать будет уже контрпродуктивно с точки зрения наших общих антитеррористических задач. И наряду с Жабхат Ан-Нусрой и ИГИЛ все те вооруженные формирования, которые либо не присоединились к режиму прекращения боевых действий, либо присоединились, но нарушают его, должны понести всю полноту ответственности. Рассчитываю, что наши американские коллеги, которые согласились с этой логикой, присоединятся к нам в практических действиях, чтобы не позволять использовать нынешнюю ситуацию для укрепления позиций террористов на земле. Руси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...